Шоу на ножах один из самых успешных проектов на телеканале Пятница. Многих интересует вопроса, действительно ли шоу на ножах помогает убыточным ресторанам или больше вредит им? Как на самом деле снимают реальти-шоу? И почему многие заведения после участия в нем закрываются и возвращаются к прежней концепции? Ответы вы узнаете из данного видео. Всем привет, я Антон Дилс и в данном видео я вам расскажу, как сложилась у него ресторана, куда приезжал Константин Ивлев со своим шоу на ножах. Ну что, поехали! Питерский ресторан Миледи запомнился телезрителям в первую очередь тем, что непокорные хозяева заведения очень сильно конфликтовали с Константином Ивлевым. Эпатажная хозяйка заверяла шефа, что в их заведение приходят исключительно сливки общества. Они восхищаются кухней, возможностью получить эстетическое наслаждение и духовную пищу. Также она добавила, что об их кухне слагают легенды. Еще она рассказала, что каждый член заведения – это винтик в огромном механизме под названием «семья». Изнанкой лакшери ресторана оказались невкусные блюда и отвратительный сервис. Хозяйка, которая сама была не против того, чтобы постоять за плитой, совершенно не разбиралась в этом бизнесе. Салаты – отдельный разговор. Константину подали блюда, состоящие только из майонеза и лука. В этот момент стало ясно, что все легенды заведения о кулинарном искусстве их блюд – пустые слова. Посетители оказались недовольны и сравнили кухню ресторана с кормом для собак. Персонал заведения недалеко ушел от своей любимой хозяйки. В коллективе не было никакой организованности. Работники занимались всем подряд, но только не своими прямыми обязанностями. Ни один из трех управляющих не смог наладить полноценную работу заведения, так как все они попросту не знали, как это делать. Апофеозом с крышейся фактов стало грубость и хамство со стороны владелицы. Женщина настолько восхищена собой, что не видела человека ни в одном из посетителей ресторана. Константин Ивлев предложил новую концепцию и изменил название на «Здесь был Костя». Шеф-повару удалось вдохнуть жизнь в этот убогий ресторан, но ненадолго. Хозяева помещения решили забрать бизнес себе, повысив плату за аренду. Весь персонал был уволен без возможности договориться. Оставшиеся после Ивлева меню с росписями и плакаты внушали посетителям надежду на скорое возобновление работы ресторана. Но, увы, этого так и не произошло. Новые владельцы так и не смогли воспользоваться наработками Константина Ивлева. После приезда Константина Ивлева в 2016 году в ресторан «Хлеб-соль» он закрылся спустя полгода. Владелица до сих пор вспоминает скандальное шоу нелестными словами. Она рассказала, что столкнулась с огромными убытками после съемок в проекте «На ножах». В Ярославле в спальном районе города было проблемное кафе «Хлеб-соль». Хозяйка заведения всеми силами стремилась удержать его на плаву, но постепенно не выдержала конкуренции с соседями. Я работаю над... как и все здесь. Держаться удавалось лишь с помощью банкетов и поминок. И тогда она решила воспользоваться помощью шоу на ножах. Ради спасения дела всей своей жизни. После приезда Константина заведение получило новое название – пельмени. По задумке Ивлева новое заведение должно было привлечь в кафе студентов и школьников. При этом владелица ресторана столкнулась с большими неприятностями в ценовом сегменте. Например, самый обычный салат из свеклы пришлось вешать ценник 200 рублей. О каких школьниках и студентах при таких ценах можно говорить? Да и будем честны, какой школьник пойдет кушать пельменную? Вот в бургерную – да, но пельменную – это навряд ли. Меню обновленного кафе стало неподъемным для ярославцев. А что мешало владелице пересмотреть цены, остается загадкой. Лучше же, конечно, во всем винить Ивлева. Также она добавила, что столкнулась с огромными убытками после съемок на проекте. Она призналась, что ей повредили диджейскую стойку, а в двух залах пришлось делать новый ремонт. В итоге, после выхода телепрограммы НТВ, кроме черного пиара и гладеющих зевак, редбрейдинг ничего не принес. Хозяйка кафе рассказала, что перестали заходить многие постоянные гости, а посетители забирали задатки на проведение праздников в стенах ее заведения. Была полностью разрушена концепция свадьбы, юбилея и поминки, а новая так и не прижилась. Городе никому не нужна была столовая с бешеными ценами. Кафе в итоге пришлось закрыть, но девушка открыла новое и назвала его «Кувшин». И выполнено оно в атмосфере депроектного кафе «Хлеб-соль». Сочинская кафе-заправка долгие годы радовала посетителей пивом и посредственной кухней. Но интерьер не справлялся ни с какой критикой. На мой взгляд, заведение было и вправду не самым лучшим. Темный интерьер, напоминающий советское время. Хотя, как мне кажется, в те времена и столовые были посветлее. Даже через экран тянуло быдловацким оттенком. С самого приезда Ивлева было видно непревзятое отношение к нему со стороны Антона, владельца бара. Он даже не смог нормально встретить или ведущего. Ивлев же приехал сделать из этого заведения прибыльный бизнес и указал на все недочеты. Но быдловатый хозяин заведения Антон с первых минут решил не высказывать никакого интереса к шоумену. Остался сидеть за столиком попивать пиво, якобы решая свои проблемы. Из приготовленных блюд самому Ивлеву понравилось лишь несколько позиций. Но и этого было достаточно, чтобы оценить поваров и согласиться, что не все так плохо и ужасно. Как по мне, заведению бы стоило сменить хозяина, ведь рыба гниет с головы. Но, к сожалению, правила шоу такого пункта не предусмотрели. На следующий день была полная посадка. И по традициям шоу, команда ресторана провалилась полностью. А затем ресторан закрылся на два дня, чтобы преобразиться. И вот тут пошло не все так гладко. Местные жители, которые наблюдали за ремонтом, рассказали в социальных сетях, что люди, делавшие ремонт, до этого, видимо, его никогда не делали. Штукатурка сыпалась, краска была нанесена неровно. Наверное, чтобы сэкономить, его делала непосредственно темочная группа шоу на ножах. Вот тут и начинается самый огонь. Команда ресторана разделилась на два лагеря. Одни довольны изменениями, другие против. Хозяин ресторана Антон был в ярости и выгнал Константина с позором, как ему это показалось на первый взгляд. Но Ивлев не растерялся, вышел на улицу к посетителям, которые уже несколько часов ждали на холге открытия нового заведения и толкнул речь. В отправке бар. Поэтому спасибо, что вы пришли. Идите домой. Все? Все? Всем спасибо, все свободны. Ждем следующих моментов и следующих дней, когда я приеду в ваш город, что-то переделаю. Я обещаю, что я вас обязательно всех приглашу. Вот тебе и за. Все, друзья мои, спасибо вам большое. До новых встреч. Гости, что несколько часов стояли на холоде, так и не согрелись в обновленном кафе из-за жестокого хозяина, но получили бонус – фотосессию шефом программы на ножах и были накормлены худогами прямо на улице. А затем Константин со своей командой собрали все добро и уехали во своясе. Только вот перед этим телеведущий проявил свои человеческие качества, подарив гриль шеф-повару кафе. А уже через несколько дней Ивлеву пришли интересные новости. Между владельцем Сассисона и хозяином помещения разгорелся скандал, который закончился в отказе аренде Антону. Удивительно, но сейчас кафе процветает, поскольку в нем сменился хозяин, который вернул старое название, отказавшись от концепции, предложенной Константином. Новый владелец заправки вдохнул новую жизнь в заведение и переделал его в спортивный бар. Новая концепция пришлась по душе посетителям, ведь теперь пиво тут льется рекой. Другие алкогольные напитки можно принести самому, а кухня радует как внешним видом, так и вкусом. Сам же Антон, как известно, несколько раз бывал в новом заведении и завидовал владельцу. А однажды даже заявил, что сам бы справился со всем, если бы не противный Константин, который ему испортил всю жизнь. Несмотря на такие громкие заявления, новое заведение он так и не открыл. Получилась прям история с хэппи-эндом, где зло было повержено и добро восторжествовало. Друзья, а вам нравится шоу на ножах? Напишите в комментариях под этим видео. Также черканите туда, стоит ли сделать продолжение и рассказать о судьбе других ресторанов. Также не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, если вы не сделали этого ранее, ведь дальше будет еще интереснее. До новых встреч! Скоро увидимся!